Доброе утро! В выходные вы успели отдохнуть и набраться сил. Мы начнем с хорошей новости. С очень хорошей. С 18 июня в Благовещенском парке «Дружбы» стартовал сезон кинопоказов. Это можно вечером прийти, расслабиться и посмотреть, возможно, любимую киноленту. Кстати говоря, организаторы ценят своих гостей и спрашивают советы, какие российские фильмы вы бы хотели посмотреть под открытым небом. Ответы можно оставлять в комментариях под соответствующей новостью в телеграм-канале Общественно-культурного центра, к которому, собственно, и относится этот парк. Ну, вот такие хорошие новости для всех, кто любит погулять. Тем более, сейчас погодка позволяет, поэтому обязательно окажитесь и посмотрите любимый фильм. А мы продолжаем. И вот что вы узнаете из сегодняшней программы. Начнем наш выпуск по традиции с праздников, которые сегодня можно отмечать, и памятных дат в календаре Амурской области. Далее в рубрике «Бодрое утро» ее ведущая Надежда Пархунова под руководством опытного тренера по йоге будет учиться выполнять одну из самых простых и изящных поз с немного смешным переводом. «Дикая штучка» или «поза танцующей собаки». Первый гость нашей студии, народный мастер Амурской области Алексей Зимников, недавно вернулся со всероссийского конкурса, который проходил в Туле. Он расскажет, почему решил в рамках состязания выполнить кованый подсвечник в виде лотоса Камарова. Второй наш гость, психолог Антон Будаков, даст советы родителям, как не тосковать по ребенку, который отдыхает в лагере. Как быть, если дети настойчиво просят забрать их домой. Обязательно дадим гороскоп для каждого знака зодиака. И в завершении нашей постоянной рубрики «Продукты для тебя» узнаем о пользе и не только самого июньского овоща – редиса. А мы прерываемся для того, чтобы ознакомиться с основными событиями Амурской области. Новости в нашем эфире. Мы же ждем вас в студии «Нашего утра». Сразу после новостей мы продолжаем наше утро и приветствуем всех, кто присоединился к нам только что. Кстати, может быть, приятного аппетита пожелаем, потому что завтракают многие люди. А здесь в студии для вас Екатерина Рожкова и Влада Сгидонисова. Начнем к датам, да, праздники. Международный день прогулки отмечается 19 июня. Вообще, мне кажется, его можно отмечать каждый день, потому что сейчас лето. Самая горячая такая пора, чтобы насладиться свежим воздухом. Да и вообще это самый эффективный способ борьбы со стрессом. В общем, содержать свой организм в здоровье и в тонусе. В спортивной форме, да. Именно как раз позволяют прогулки, поэтому сегодня обязательно сделайте это. Также, о, еще один момент, связанный со спортом, потому что сегодня всемирный день детского футбола. Ну, не знаю, насколько сильно развит детский футбол в нашей стране. Хотелось бы, конечно, чтобы чуть более, потому что есть страны, где детскому футболу уделяется максимальное внимание. Внимание это и Канада, и Бразилия. В общем, их много. Португальские, итальянские футбольные детские школы. Это же просто целые, не знаю, громадины. А наш детский футбол пока еще, ну, он еще пока детский. Он еще растет. Но нам есть на кого равняться в этом плане. Есть, есть. Поэтому я думаю, что если вы, молодой человек, занимаетесь футболом и грезите стать новым Месси от России или Роналду, то действуй, молодой человек, у тебя все получится. Так, что дальше? Что дальше? 19 июня, Всемирный день мотоциклиста. Катался ли ты на мотоцикле когда-нибудь? Я, честно скажу, никогда. Ну, в смысле, я катался как пассажир, а вот чтобы сидеть за рулем, никогда не было такой тяги. Ни к минимокикам, ни к мотоциклам. Но нужно сказать, что действительно, это очень популярный день, который отмечается по всему миру. И вот это движение мотоциклетное, оно развивается семимильными шагами. Я больше все-таки приверженец родоначальника мотоцикла. Велосипед, да? И то я сейчас наврал. Не катаюсь уже давным-давным-давно. Теперь же можно рассказать про неофициальные праздники, которые также можно отметить в этот день. Вот, мое любимое. День наблюдения за облаками. Вот это я люблю раскинуться на траве, посмотреть, как плывут облака. Главное найти для этого свободное время, свободную минутку в своем плотном графике. Кстати говоря, вот этот интересный праздник, я не знаю, как его отмечать, Международный день коробки. Что это? Возможно, те, кто сейчас переезжает с одного дома в другой, очень нужны коробки, их всегда не хватает. И еще есть семимильный день альбатроса. Та-дань! К сожалению, увидеть его можно только где-нибудь в Антарктиде, в Южном море преимущественно. Но надо сказать, что это одна из самых больших птиц в мире, альбатрос. В размах крыльев. Я не знал, что вы какие-то орнитолы. Да, немножечко. Достигает почти 4 метра в длину у крупных самцов и самок. Вот под эти бурные аплодисменты, в таких познаниях... Такие мои знания, да, небольшие. Перемещаемся к нашей постоянной рубрике «День в истории». В 2014-м в Тамбовке начали строить храм в честь святого Александра Свирского. Исторически на месте, где стартовали работы, располагался купеческий дом, в котором молились первые православные тамбовчане. Новый храм вместил 250 прихожан. Жители поселка Береговой вышли на митинг также в 2014-м. Самым поводом для проведения акции протеста стали проблемы, возникшие из-за отсутствия нормального дорожного сообщения поселка с внешним миром. К населенному пункту не могла добраться даже тяжелая техника. В 2015-м на Восточном монтировали технологическое оборудование, с помощью которого сейчас осуществляется предстартовая подготовка ракеты-носителя и дается команда к запуску. Кстати, командный пункт, толщина стен которого более полуметра находится над землей, похож на бетонный бункер. При необходимости он способен выдержать землетрясения. А на Чигиринском водохранилище прошли водно-моторные соревнования среди амурских спасателей. Они включали три этапа. На первом участники на мотолодках преодолевали дистанцию в 5 километров. На втором демонстрировали умение управлять катером фигурно. На озере разместили буи, обозначающие фигуры слалома – змейка, восьмерка, причал ворота. Преодолеть препятствия надо было быстро, не задев преграды. На третьем этапе участники соревнований спасали утопающего и оказывали ему первую медпомощь. Больше всех баллов набрали инспекторы ГИМС. В 2016-м в «Свободном» прошел четвертый этап чемпионата Амурской области по авторалли. В соревнованиях участвовали 16 экипажей из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Свободного, Шамановска, Тынды. Заезды проводились в классах полноприводных и переднеприводных автомобилей, а также джипов. Гонщики преодолели 200 километров. Кстати, до финиша добрались 14 машин. Экипаж из Благовещенска перевернулся, и еще одну машине вырвало привод. У концертного директора Светланы Лободы в Благовещенске украли деньги. Инцидент произошел в 2017 году в гостинице, где проживала популярная певица и ее команда. По факту провели доследственную проверку. Кстати, Светлана Лобода три года назад впервые выступила в Благовещенске. Ее концерт длился около двух часов. В 2018-м Андрей Плутенко перешел на работу в Амурское правительство. Он стал зампредом по цифровизации и образованию. Два года назад должности в правительстве области также заняли Олег Турков. Он стал министром сельского хозяйства Александр Зеленин, министром транспорта и строительства. Кстати, сейчас Андрей Плутенко вновь возглавляет Амурский госуниверситет. Ладос, какие ассоциации у тебя вызывает выражение «дикая штучка»? Прямо утром можно об этом говорить? Прямо утром, да. Почему нет? Скорее всего, это что-то такая, знаешь, женщина такая, вамп. Хотя, если вот я понимаю, к чему ты клонишь, если говорить про йогу, то, естественно, я знаю, что это такая интересная и очень изящная поза. У нее есть еще, по-моему, два каких-то названия, типа «Танцующая собака» и «Восхищенное сердце». Что-то вот рядом с таким. Но на самом деле, друзья мои, как утверждает профессиональный тренер, все почти сразу хорошо получается даже у таких новичков, как наша постоянная ведущая рубрики «Бодрое утро» Надежда Порхунова. Да, она снова отправилась в спортзал. Давайте посмотрим. Мы здесь за эфиром немножко похихикаем. Доброе утро, бодрое утро, дорогие наши телезрители. Мы продолжаем со Светланой Тарасовым, тренером по йоге, ну, я не знаю, растягиваться, оздоравливаться, правильно дышать и делать весьма и весьма, кстати говоря, непростые упражнения. Света, что ты сегодня для нас подготовила? Одна из самых красивейших форм, одна из самых красивейших форм в йоге. Причем она получается у всех практически, даже у новичков, да, то есть вот если хотите фоточки на фотосессии, можно его взять на заметку. Сейчас попробуем. Да, делается она из планки, которую мы делали с тобой в прошлый раз. Вот, называется она «Дикая штучка». «Дикая штучка»? Это для нас. Свет, покажи, пожалуйста. Вот обратите внимание сразу на положение стоп, потому что, да, ну, от опоры зависит очень многое. Итак, мы с вами становимся в планку правильную, как мы с вами делали, с коротким животом и с выпрямленными руками. Переходим в боковую планку, стопы разворачиваются вот таким образом, да, носочки на себя, поднимаем руку вверх. И затем верхняя нога уходит назад, вот примерно в районе колена мы ее ставим на носочек. И таз поднимаем вверх, вытягиваемся. Вот такая вот дикая штучка. Если вы еще посмотрите... Балинина! Да, возвращаемся точно так же, не плюхаемся на пол. В планочку, опустили колени и вернулись. Все, давай, стопы переезжают на ребра. Так. Есть, поднимаем верхнюю руку. Так. Хорошо, все. Верхняя нога аккуратненько назад. Оп! Вот, на носочек, нога. Нет, нет, вот эта нога. Вот. И руку назад. Есть. И посмотри наверх в потолок. Ну, круть. Это непросто. Очень своеобразно. Нужно делать и в одну сторону, и в другую. Ну, конечно, да. И чем больше вы будете делать вот это упражнение, да, тем больше будут вытягиваться бока. Тут смотри. Ну да, я вот тут сразу почувствовала мышцы. Конечно, конечно, у нас работает очень большое количество мышц. У нас укрепляются, да, плечевые суставы, да, то есть ты обратила внимание. То есть там, где будет силовая нагрузка, там будет все укрепляться. То есть нельзя просто растягиваться, тянуться, и будет тебе от этого как бы хорошо. Нет. Очень важно добавлять силовую нагрузку обязательно, но лучше всего собственного веса. Смотри, у нас есть лодка верхняя, да? Вот. И мы ее превращаем аккуратно в нижнюю лодку. Потом снова переходим в верхнюю лодку и опускаемся в нижнюю лодку. Значит, в чем здесь вообще особенность упражнения? То есть мы можем просто плюхнуться на спину, да, потом рывком подняться. Да, да, да. Для позвоночника, естественно, то есть никакой пользы не будет, да. Нам очень важно, чтобы опустилась спина позвонок за позвонком. И поднялась спина тоже позвонок за позвонком. Показываю попроще вариант. Почему? Потому что новички здесь прям вот укатываются назад, то есть они не могут контролировать, да, спину. И укатываются назад. Поэтому упражнение попроще. Ты ставишь стопы. Так. Да, ставишь стопы. И просто пытаешься медленно опуститься. Посмотри. То есть я, видишь, сначала вот опускаю крестец. Можно даже держаться где-то, да, для того, чтобы опуститься. Вот поясницу опустила. Сильно опускаться не надо вниз, да. И подняться медленно, медленно, медленно. И здесь спину мы с вами выпрямляем. Вот смотри, вот опустился таз сначала полностью. И пошла поясничка медленно. Дыши, дыши. Вот шея, вот все, подбородок здесь, вот на грудь. Все, легла. Поясница легла, ребра легли. Все, пошла наверх. Умница. И вытянулась. Да. Я умница. Класс. Все, пробуем взрослого. Да. Все, все по-взрослому. Берем себя под колени. Ноги могут выпрямиться, могут не выпрямиться. Скругляем. Опускаемся медленно. Отлично. И теперь пятками как бы перетягивай себя вперед. Вот, пошла. И медленно поднимаемся в верхнюю лодку. Слушай, ну у тебя предрасположенность к этому упражнению. Ну, я все равно бухаюсь чуть-чуть. Да. И пятками тяни себя назад. Голову не обязательно опускать. А, назад? Да. Пятками тяни себя, тяни, возвращайся. И здесь ты можешь вытянуться макушкой вверх, вытягивайся. Все. Отлично. Спасибо большое, Светлана. Дорогие наши зрители, будьте здоровы, делайте упражнения аккуратно. И самое главное, правильно. Друзья, если кто-то из вас уже открыл купальный сезон, вы, конечно, красавчики. Но, как по мне, так немножко прохладно еще. Рановато, потому что у нас сезон, как обычно, приходится пик купаний на июль. А в августе уже снова, вроде бы как нельзя купаться. Кратковременно вот такой этот период. Ну, это чему, друзья? Потому что вот говорят, что с сегодняшнего дня намечается очень теплая погода. Как минимум можно позагорать, естественно, в местах, специально предназначенных для этого. Поэтому давайте узнаем, какая ждет нас погода и как, собственно, можно расслабиться и отдохнуть под палящим солнышком. Делегация от нашего региона побывала в Туле. Сотрудники Амурского областного дома народного творчества приняли участие в двухдневной мастерской традиции, как основа для возрождения и развития ремесел. В рамках поездки состоялся всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая». Его участником стал художественный руководитель АОДНТ, народный мастер Амурской области Алексей Зимников. Сегодня он гость нашей студии. Доброе утро, Алексей. Здравствуйте. Ну, во-первых, давай расскажем, что это за конкурс такой интересный, насколько масштабный и насколько он значимый, лично для тебя в частности. Ну, значимость лично для меня огромная, потому что на протяжении, наверное, последних трех лет я хотел побывать на нем. Это считается самый важный, самый масштабный конкурс в рамках Российской Федерации. То есть, если в каждом регионе проводятся отдельные свои конкурсы, такие как у нас, например, Дальний Восток мастеровой, то «Русь мастеровая» – это конкурс, на котором собираются самые лучшие мастера со всей России. То есть, отбор туда очень жесткий. В моем случае я смог туда попасть, только выиграв онлайн-часть. То есть, в ноябре месяце проводился первый этап конкурса, в котором нужно было сделать видео, отправить его вместе с работами. И по итогам выигравшие мастера получали автоматическое участие в «Руси мастеровой». Мы выиграли в номинации «Кузнечное мастерство» и смогли участвовать уже в самом конкурсе. Поздравляю тебя, во-первых, с этой победой. Какую работу ты представлял на конкурсе? Сколько часов она заняла по времени изготовления? То есть, получается, на самом конкурсе, который проходил сейчас в Туле, я победу не одержал. В общем, участвовало 6 мастеров, трое из них было с Тулы. Тула – это все-таки город Кузнецов, город мастеровых. Поэтому, на самом деле, было очень сложно их выиграть, потому что, ну, действительно, ребята очень сильные были. Плюс, опять же, это свое оборудование. Для меня в этом вышла сложность. То есть, чемоданы не смогли вместить всего того, что нужно было бы везти с собой. Новое оборудование, новый уголь, на котором я никогда не работал. Ну, то есть, много моментов было сложных для меня. Но почерпнул много того, что можно, скажем, только ученику от учителя в прямом общении узнать. Это раз. Я делал набор краеведа, посвятил свою работу Новику Даурскому. То есть, как и всегда, в своих работах я использовал многомасштабность и использование различных техник. То есть, это была и резьба по дереву, и кузнечное мастерство, и резьба по кости, и чеканка, и изделия из кожи, и роспись. Все, за 8 часов работа была полностью выполнена. В 8 часов? В 8 часов шел сам конкурс с перерывом на обед. Для желающих, кто не хотел, продолжали работать. Но общей сложности в 9 часов мы начали, в 6 часов окончили работать. Мне, скажем так, где-то еще минут 30 даже не хватило, чтобы окончательно доделать всю работу. И чтобы там не было, скажем, для меня лично каких-то моментов, которые бы мне не нравились. Основная кузнечная работа, которую в рамках своего изделия я сделал, это подсвечник для свечей ручной работы в виде лотоса. То есть, все... Да, вот он как бы сам этот подсвечник. Из 3-4 деталей он состоит. Все полностью выковывалось на месте. Вот. И свеча также отливалась прямо на месте. То есть, вез с собой кусок воска, там его разогревал, заливал именно формы. Большинство работ изготовлено в исторической направленности. Также в рамках кузнечной работы был изготовлен реконструкция ножа Джорджини. Он именно найден вот такой косой формы. Считается, что это какой-то нож именно производственный, да, то есть для бытовых целей. Поэтому вот эта кривизна в нем соблюдается. По всем параметрам он соблюден. И также вез с собой древесину манчжурского ореха, как в находке, чтобы полностью собрать изделие. А можно посмотреть на этот нож? Кстати говоря, насколько нам известно, кузнечное дело в конкурсную программу вошло впервые. Да. Насколько ты чувствовал вот эту ответственность перед собой? Ты же представлял наш регион. Ну, ответственность была огромная, потому что, естественно, хотелось выиграть. Хотелось чем-то удивить. С первых же моментов, когда я начал свое общение с местными кузнецами, я понял, что по сравнению со мной эти люди работают по полжизни в горной. Очень у многих был даже опыт, скажем, не только работы в кузне, но и различных сталелитейных работ, то есть отливка чебуна и прочего. То есть действительно мужчины с опытом металлургов и кузнецов. Поэтому, да, на фоне них мне было крайне тяжело самого себя чувствовать. И здесь мог вывести только разнообразием, скажем так. То есть если бы я привез, скажем, сугубо только кузнечное направление, выиграть их или даже удивить их я бы, наверное, не смог. Потому что опыт работы в кузне у меня именно такой, непрофессиональной работы, не более трех лет. И все, что я делаю, это в основном различные изделия для исторической реконструкции, для быта, то есть для себя. Это ни в коем случае не потоковая и, скажем, непрофессиональная деятельность. Мы знаем, что вы делаете такие реконструкции интересные. И вот все, что на вас надето, все оружие, это же все в ваших рук дело. Ну почти все. То есть какое-то крупное вооружение, в любом случае мы заказываем у более профессиональных кузнецов те же мечи, какие-либо копья. Потому что нужно понимать именно, скажем, производственные моменты, как это сделать правильно, чтобы оружие было стойкое, чтобы оно не ломалось. То есть доспехи, да, в большинстве своем уже изготавливаем на месте. Но я хочу тебе сказать, что за три года, за три года, это прекрасный результат. Ну здесь хотелось бы еще на самом деле сказать огромное спасибо знакомым моим кузнецам из Владивостока, которые ту мысль, которую я воплотил в изделие, они мне подсказали, как ее воплотить именно в производстве. Потому что на самом деле, используя, скажем, то, что у тебя сидит в голове, и сделать из этого изделия крайне сложно. Для этого все равно нужен опыт. А здесь один из моих друзей, Роман Мозлоев, он более 15 лет кует тоже, просто сходу мне сказал, ты сделай так, так и так. Он направил? Ну да, он направил именно профессионально в то русло, которое мне нужно было. И уже на основе этого я смог выполнить то, что хотел. Ну а руки подсказали, как делать. Я хочу тебя все-таки поздравить с приобретением такого колоссального опыта. Я абсолютно уверен, что в следующий раз, когда состоится такая же поездка, я думаю, что ты сможешь удивить тамошних умельцев. Спасибо огромное, что оказался в нашей студии. Всегда рады видеть. Друзья, мы, как всегда, прервемся буквально на 10 минут, до познакомиться с основными событиями Амурской области. Новости в нашем эфире. Наверняка сейчас кто-то из вас сделал погромче, потому что видят заставку за нашими спинами. Да, друзья мои, мы сейчас быстренько перейдем к астрологическому прогнозу. Но для начала я все-таки поприветствую тех, кто присоединился к нам только что. Вы смотрите «Наше утро» в студии, работают для вас Екатерина Рожкова и Влада Сдидонис. Что же астрологи сегодня нам пророчат. Благоприятный день для работы, говорят они. Еще бы. Понедельник, как-никак. Начало дня обещают быть плодотворным. И решение многих задач сегодня дастся намного легче, чем обычно. Мне очень нравится то, что удастся правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на главном, что удается не так часто. Хорошо проходят деловые переговоры. Можно делиться планами с единомышленниками, обсуждать свои идеи. Не исключены хорошие новости в семье. Перемены к лучшему у нас ждут, друзья. Да, и даже люди, которые обычно принимают все близко к сердцу, сегодня будут меньше расстраиваться. Не знаю, как это на деле, но надеемся, что это так и будет. В общем, дали мы вам общий прогноз. И, как всегда, переходим к прогнозу для каждого знака зодиака. Овны, если за что-то беретесь, то приложите максимум усилий. Не щадите сил и времени. Результат окажется высоким. Тельцы, в отношениях с избранниками есть то, что мешает раскрыться духовно. Если интуитивно поймете, что это, то убережете союз от конфликтов. Близнецы, волшебный день ждет вас. Если есть давние желания и планы, дерзайте и не робейте. Раки, грамотно распределите время, чтобы реализовать все задуманное. Львы, трата денежная компенсирует гармоничное отношение с партнером. Девы, настроение, никому ничего не дам, да я в ответ ничего не требую. Главное, устраняйте конкурентов, они могут разгадать ваш давний секрет. Весы, не стоит увлекаться созерцанием прекрасного. Материальное положение упустите из вида. Есть нечто важнее, поэтому будьте внимательнее. Скорпионы, уединитесь, отдохните и забудьте о текущих проблемах. Эмоции иногда полезно прятать, а вот деньги можно пустить на желаемые покупки. Стрельцы, резко захочется изменить все, что окружает, от работы до личной сферы. Не слишком глобально для одного дня. Козероги, звезды рекомендуют отшлифовать идеи, чтобы быстренько внедрить их в работу. Водолей, защитная реакция в общении с родственниками будет одна. Молчание и кивание головой. Поверьте, авторитет повысится. Рыбы, сегодня не нужно делать то, что не нравится. Только неподдельный азарт и удовольствие помогут реализовать планы. Лето – это пора отпусков. Сейчас родители и дети отдыхают отдельно. У взрослых отпуск он короткий, а вот у школьников каникулы длинные, поэтому их часто отправляют в лагерь. Да, родители могут, к примеру, полететь вдвоем на море, отдыхать. И как морально пережить временную разлуку, отпустить плохие мысли и угрызения совести. Обо всем этом поговорим с гостем нашей студии, психологом Антоном Будаковым. Антон, доброе утро. Доброе утро. Такая интересная тема, я хочу вам сказать. Актуальная сейчас как раз и когда. Актуальная. Обо всем разговаривали в этой студии. А вот про то, как же все-таки снизить вот этот масштаб угрызений совести от того, что ребенок там один, вы отдыхаете отдельно. Но на самом деле там же ребенку хорошо. Да, тут важно, вот кстати, про родителей. Важно, как родители относятся к тому, что ребенок в лагере. И посмотреть на позитивные стороны. Потому что бывают родители, ой ты бедный, голодный, несчастный. Да нет, он там общается, он там учится коммуникативным навыкам. То есть он там взаимодействует, он там развивается. И это много плюсов. Если родители будут так относиться, они будут это транслировать ребенку. И ребенок это будет чувствовать, это уже будет мощная поддержка. Конечно, его же не в ссылку отправляют все-таки в организованную. Главное, это первое, так не относиться, что его не в ссылку отправляют. Но и так же, бывает, дети звонят, говорят, забери меня. И по факту им нужна поддержка. Детям нужна поддержка. Родитель может поговорить, сказать там все хорошо, узнать причину. Возможно, реально там какие-то сложности. Может быть, их нужно решить. А может быть, просто реально ребенку нужно поговорить, получить поддержку. Возможно, даже приехать родителю. И все, ребенок счастлив и развивается, и живет в лагере. Ну вот смотри, далеко не будем ходить. Мой ребенок тоже был в лагере. И у них телефоны забирали наезде. Только вечером дают позвонить родителям. Естественно, я столкнулся с этой проблемой. Папа, забери меня домой. Мне все не нравится. Хотя на самом деле все нормально. Я знаю этот лагерь, там все отлично. Но вот как мне объяснить ребенку, что все будет хорошо, дождись окончания смены, ты еще захочешь вернуться. Тут, во-первых, ребенок говорит, все плохо. Надо спросить, а что плохо, да? Может быть, просто скучно? Тогда это решаемо. А может быть, реально обижают и найти, в чем причина. Не обобщать, да? Не обобщать. Бывает, родители сразу бегут, все забирают или обрубают связь. А причина может быть одна? Да, причина может быть одна. Она часто одна, одна конкретная какая-то. Проговорить с ребенком. Если ничего страшного там нет, что просто скучно, тогда дать поддержку. Сказать, слушай, ну блин, будет то-то, то-то. Можно поделать то-то, то-то. Рассказать, возможно, про свой опыт позитивный. Рассказать какие-то красочные моменты, почему там классно. Ребенок же потом поймет, почему там классно. И тогда ребенок, получив поддержку, получив эмоции родителя, причем почувствовав, что родитель-то еще и на связи, он как бы слышит, он в контакте. Он не просто, ладно, не занимайся ерундой, не говорит тогда. Он принимает, понимает переживания ребенка. И, как бы, возможно, ребенок заинтересуется. Но важно понимать, что, в принципе, вот на мой взгляд, нет ничего страшного, если ребенка забрать из лагеря. То есть, если ребенок там неделя-две, вообще адаптация 2-3 дня идет. Прошла адаптация, ребенок просится, ему плохо, он там страдает. Ну, ничего страшного нет, если ребенка родители заберут. Причем дети же бывают разные. Кому-то нравится большая группа, общаться, развиваться и так далее. Кому-то нравится 2-3 человека. И вот они с двумя-тремя друзьями общаются, и все. Если родители видят, что ребенок не адаптируется, можно забрать. Возможно, еще возраст не подходит. То есть, первое, мы выясняем причину. Да. Затем мы разговариваем с ребенком и учитываем его вообще характер, в принципе. И важно не забывать, что это же такая командная работа. Родители, ребенок. Это кризис поехать в лагерь. Ну, конечно. И можно подключить воспитателей, может быть, психологи в лагере есть. И подключить всю команду, и найти адаптационный ресурс, чтобы ребенок нашел этот интерес. Сейчас, кстати, в лагерях чаще всего есть психологи, они работают с детьми. Я еще заметил такую ситуацию интересную, что девочки примерно 8-9 лет, они адаптируются как-то лучше. Потому что мальчишке прям вот сразу слезы ручьем заберите меня. Это как-то связано? Что это за гендерные игры такие? Вот такая вот психология. Девочки развиваются почему-то немножко быстрее. Они социально больше развиты. Вот взять ребенка 8 лет, мальчика-девочку, девочка будет социально более развита. И девочки больше адаптируются. Это важно, кстати, смотреть. Когда вы ребенка отправляете в лагерь, а как у него адаптация в рамках даже ухода за собой. Заправляет он кровать, гигиену соблюдает, насколько он адаптирован. Ему будет намного легче в лагере адаптироваться, если у него это все сформировано. И также, насколько у него сформированный уровень общения. Он зажимается или он контактирует. То есть к лагерю еще надо готовить ребенка. Не просто ты его отдал и все, как говорится, знаете, скажу грубо, сбагрил. Да. Но еще нужно подготовить. Тут важно, знаете, как, на мой взгляд. Вот есть пришкольные лагеря, когда ребенка отдают на полдня. Можно в первом классе отдать туда. Начать с этого, да, с малого? Да, вот как в детских садиках. На два часа, на четыре часа, на полдня. Привыкание только по себе. На работе бы так еще делать, да, после отпуска. Но, к сожалению. И так же и с лагерем. То есть сначала вот такие пришкольные. Потом, может быть, куда-то два-три дня уже, там, в восемь, в девять лет отдать ребенка. Он адаптировался, он посмотрел. А потом уже на 21 день. А не как обычно, сразу 21 день и ребенок, что произошло? Как-то. В одной среде и попал в совершенно другую. Да, да. Ну и, конечно же, не могу не сказать, что вот мы, взрослые люди, родители, да, переживающие за своих детей, давайте научимся тоже быть взрослыми и не переживать, и не угрызать свою совесть, не грызть ее вот тем моментом, что вы отдыхаете отдельно от ребенка. Ну да, такое же бывает, случается, там, дают путевку в какой-то, не знаю, ну, в отпуск, да, на двоих. Ребенок не едет. Поэтому нужно успокоиться и принять это все. Да, у родителей может активироваться чувство вины, что мы плохое что-то делаем. Тут важно посмотреть на то, что родители выполняют родительские обязанности целый год. И они едут отдохнуть, напитаться, как телефон, зарядиться. То есть это же нормально отдыхать отдельно. Да, это вполне нормально. И потом родители при встрече с детьми, отдохнувшие, они больше дадут детям эмоции, поддержки, впечатлений. Плюс есть возможность родителям вдвоем побыть как мужчина и женщина. То они как мама и папа в основном. А тут как мужчина и женщина и наладить контакт. А когда мама и папа в контакте с друг другом, с любовью, для детей это самый лучший подарок. И вот тут в этот ресурс важно посмотреть. Нати баланс, в общем-то. Что родители напитываются в этом отпуске, что они отдыхают. А не уходить в вину, что вот мы такие плохие, лучше дома сидеть и так далее. Что напитались, а потом детям этот ресурс отдать. На связи быть всегда. На мой взгляд, это важно. Чтобы ребенок чувствовал не так, что каждые пять минут. А что ребенок хочет созвониться с родителем, он в лагере. Созвонились, поговорили. Все, ребенок адаптировался, то лучше его не трогать. Пусть он там занимается, играет, общается, развивается и так далее. Родители сами. Слушайте, ну вот, собственно, и мне как-то полегчало. Антон, как всегда, спасибо огромное. До новых встреч. Спасибо. Вот эти вот последние два месяца, если честно, я просто обожаю разговаривать про овощи и про вообще еду, как ты понимаешь. Редис, потому что май-июнь, это пора редиски. Кому-то этот овощ уже изрядно поднадоел. Кому-то он просто не нравится. Ты не любишь? Нет, редис как-то нет. А знаешь почему? Почему? Потому что у меня есть заболевание желудочно-кишечного тракта. А таким людям редис противопоказан, скажем так. Ну да, есть ограничения. Есть какие-то ограничения. Давайте обо всем подробнее узнаем в нашей постоянной рубрике «Не навреди», которую мы готовим вместе с Амурским Роспотребнадзором. Прошу. Доброе утро. И сегодня мы поговорим с вами про редиску. Наступило лето. И посмотрите, какая красота появилась на прилавках наших магазинов. Замечательная, красивая редиска. По свидетельству древнегреческого историка Геродота, строители египетских пирамид черпали свою силу в редисе. Ведь его латинское название переводится как «корень жизни». Редис – это разновидность редьки. Обычно кролепоты вырастают грамм 30-40, а вот одному израильскому фермеру удалось вырастить редис весом в 10 килограмм. На самом деле редис – это диетический продукт. В нем очень мало калорий, он состоит из воды и пищевых волокон, которые служат пищей для полезных бактерий кишечника, помогают пищеварению, притупляют чувство голода. В редисе не слишком много витаминов и минералов. Исключение составляет витамин С, витамины группы В, а также калий. Но есть фенольные соединения, они обладают антиоксидантным эффектом, защищают клетки организма от окислительных процессов, а значит от быстрого старения. Также они усиливают действие витамина С на сердечно-сосудистую систему, сосуды становятся менее хрупкими, а кровь более жидкая. В редисе есть природные пигменты – антоцианы. Они обладают противовоспалительным эффектом и помогают заживлять раны. Но по этой причине редис полезный есть тем, кто после операции. Но есть и противопоказания. Его не следует употреблять при обострении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрите, панкреатите и желудочекаменной болезни. Слушайте наши советы. До новых встреч в эфире! Поговорили про редис, прям так захотелось о крошечке. Это самый летний суп, как его называют. Ну, собственно, чем и займемся прямо сейчас, потому что наша программа подошла к своему логическому завершению. Мы с вами прощаемся, друзья. Желаем вам отличной рабочей недели, хорошей погоды и великолепного настроения. Екатерина Рожкова, Владос Дедонис. До новых встреч! Пока-пока! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин